Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Разводня как хобби. В этом видео вы увидите обзор моей небольшой разводни. Я покажу вам, какие рыбки у меня есть, какие есть аквариумы. И во второй половине ролика вы увидите новое помещение для моей новой разводни, куда мы будем переносить все свое аквариумное хозяйство. Желаю вам удачи, хорошего настроения и хорошего просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Удачи! Друзья, и вот мы зашли на мою маленькую разводню. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Первый аквариум. Здесь у нас производители. Здесь самочки Данио, Гло, Меченосцы, Берлинские, Кубинские, простые красные. Это производители. В Малинезии есть подростки. Ну и Гупи, соответственно. Здесь в маленьком аквариуме сидят апистограммки, Ромерези. Они там зафиль запрятались, там две пары, два самца и две самочки. Рядом вот здесь аквариум. Здесь, у меня он так спрятанный немножко. Так, здесь у нас Тернеция, Гло, самцы Данио. Но это тоже, они еще подрастают. Я их еще ни разу не рестил. Будем пробовать не рестить. Следующий аквариум. Здесь самочки Малинезии черной. И самец там есть. Ну, две самочки такие, они типа крапчатые, я не знаю, как они называются. Рядом здесь Меченосцы, Берлинские. Так, в следующем аквариуме крапчатые сомики отметали икру буквально два дня назад. И вот здесь они инкубируются. В этом аквариуме, в следующем, здесь тоже подростки гупи. Ну, здесь выростной такой аквариум на 80 литров. Подростки гупи, сомики, самочки, которые отнерестились, здесь сидят. Также здесь керамическое типа дупло для сомов анцитрусов. Так, здесь тоже у меня аквариум, сомики крапчатые тоже отнерестились. Тоже икра можно видеть на стеклах. Так, внизу, что у нас внизу? Внизу здесь у меня речная рыба, платва. Тоже мы весной на озере случайно поймали, посадили. Они тут живут. Так, рядом аквариум. Здесь Меченосцы. Такие уже хорошенькие. Следующий аквариум. Здесь у нас тоже молодежь всяко-разная. Гупи, Меченосцы. Сомик один плавает. Малинезии маленькие. Рядом тоже Меченосцы. Блин, мешает. Меченосцы тут тоже такие уже хорошие. По 4, по 3, по 4 сантиметра. Следующий аквариум у нас. Здесь у нас находятся скалярии. Ну, тоже они еще молодые. Где-то им по 5 месяцев. Ну, хочу, чтобы с них были производители. Не знаю, как это получится. Но, надеюсь, что пары здесь будут. Хотя, так, я смотрю на них. Такое представление, что вроде бы там одни самцы. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. В следующем аквариуме у нас тут. У меня стоит прямо 2 помпы. Здесь барбус огненный. Так. И в следующем аквариуме тоже. Барбус. Ну, это уже взрослые. Взрослые. Меченосцы есть. Тоже такие самочки нагуливающие. Вот. Да, еще чуть не забыл. На самой верхней полке есть у меня тоже. Вот. Меченосцы. О, тоже подростки. Тоже их там миллион. Всякие. И берлинские. И берлинские, и кубинские, и просто красные. Ну, тоже сидят, живут. Почему показываю вам эту свою небольшую разводню? Потому что хочу переезжать в другое помещение. И буду эти аквариумы переносить уже в дом. Это они сейчас у меня находятся в подсобном помещении. Вот. Буду переносить, если у меня помещение в доме, буду переносить их в дом. Ну, а так как это будет все происходить, как я буду строить свою разводню в доме, я вам это тоже в видео покажу. И вот еще один отдельно стоящий аквариум. Здесь тоже малечки. Малечки разные. Ну, в основном гупики. В основном меченосцы. Вот. То же самое будем через время отбирать их. И будем с них делать производителей. Вот здесь у меня на полу лежат бруски такие. Трехметровые. Это будет на новые стеллажи. Ну, вот такая разводинка, такая небольшая. Я хотел вам ее показать. Чтобы потом можно было этих самых рыбок видеть, когда я их буду переносить уже в дом. Данюшек тоже планирую садить на нерест. Они уже примерно, ну, наверное, недельку-недельку самочки находятся отдельно от самцов. Я их здесь подкармливаю живым кормом. Думаю, через два-три дня буду отсаживать их на нерест. Ну, самцы у меня находятся здесь, как я уже показывал. Здесь также еще тоже готовятся на производ Тернец и Иглафиш. Тоже они едят живой корм, артемию едят, дафнию им даю живую, аулафорус даю. Думаю, потом, что будет нормально. Вот такие у меня планы. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. В дальнейшем будет очень интересно. Сейчас я нахожусь в помещении маленькой своей небольшой разводни, которую хотел вам показать. Здесь будет всего три стеллажа. Ну, я думаю, вместительность у нее будет нормальная. Я думаю, пару тонн, две с половиной мы сюда воды зальем. Итак, что будет первое у нас? Первый стеллажик вот такой вот он, небольшой. Внизу здесь планирую поставить самп. Он будет размером где-то метр на сорок и пятьдесят высотой. Ну, я думаю, где-то литров на сто двадцать воды будет. Здесь будет на средних полках планирую поставить производителей и всех подростков, которые будут на разводни. чтобы удобно было с ними работать. На нижних этажах и на верхних планирую поставить такие аквариумы побольше для того, чтобы выращивать уже рыбу до продажного размера. Вот уже, кстати, здесь есть стекло. Будем в следующих видео с вами клеить самп. Запустим его для того, чтобы он поработал хотя бы две-три недельки, набрал свою силу и уже потом будем переносить со старой разводни аквариумы. У них еще надо будет сверлить отверстие в дне для того, чтобы организовать слив в самп. Ну, думаю, слив будет организованный на верхнем ярусе и на среднем ярусе. А нижние ярусы с большими аквариумами планирую здесь сделать протоку для того, потому что, ну, чтобы меньше заморачиваться с подменами. Вода будет стекать прямо на огород, будут слив делать. Вот. Будет зимний слив, который будет стоять повыше для того, чтобы хорошо вода стекала. И летний слив, он будет идти почти по полу, чтобы можно было летом сливать тоже на огород. Ну, и резервный, соответственно, будет сделанный слив, потому что, ну, всякие ситуации могут быть в зимнее время. Будет слив у меня организован в сливную яму. То есть, у меня вот здесь вот есть отверстие такое я делал. Здесь у меня там под низом есть труба канализационная и там будет проделано отверстие и, соответственно, будет сделанный слив. Также вот я уже принес паяльник для того, чтобы паять полипропиленовые трубы. Будем паять и в воздушную магистраль, и подачу воды в аквариуме из сампа. Вот. Поэтому все в дальнейших роликах вы увидите. Здесь у меня организовано два окна. Здесь достаточно светло, даже, ну, когда свет не горит. Вот. Так что для разведения планирую вот этот стеллажик. Здесь на нем будут стоять нерестовички. И будем здесь нерестить рыбку. Хочу также сказать, какой брус я использую. Почему сделал с дерева? Ну, у меня в старом помещении деревянные стеллажи нормально себя показали. Они обработанные. Воды там особо на них не наливается. И поэтому решил сделать с дерева. Значит, стойки сами у меня идут 60 на 40. А сами подставки под аквариум, ну, эти продольные брусы, 45 на 45. Ну, где 40 на 40. Тут они, тут вот 40 идет. Тут 45. Ну, такие. На пилораме напилили. Размеры гуляют. Вот. Ну, стекло, из которого буду делать сам, это обычная пятерка. Я думаю, ее достаточно будет вполне. Потому что еще будут перегородки. И, ну, никаких проблем с этим не будет. Ну, в дальнейшем мы это все увидим. Я вам все это покажу. Как я это буду делать. Здесь у меня такой еще импровизированный столик есть. Тут за нем бардак. Ну, инструменты лежат для работы. Здесь тоже есть такое небольшое. Тоже такой загашничек, скажем так. Планирую в дальнейшем здесь поставить такие аквариумы. Два, три или посмотрим сколько. И будут там у меня разводиться и жить сомики, коридоросы. Здесь в углу также для пригнутителя вентиляции будет поставленный вот такой вентилятор. У него там нормальная такая, по-моему, больше 10 кубов в час он выкачивает воздуха. Ну, а так у меня все окна на проветривание будут становиться. И, в принципе, здесь, я думаю, будет нормально. Друзья, вот такой небольшой ролик получился с обзором моей новой разводни. Новых стеллажиков, которые я сделал. Ну, думаю, здесь будет рыбя нормальней, чем на старой разводне. Хочу также поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Ждите дальнейших интересных видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok